Мне вот лично всегда было бы интересно узнать, а как девушка, которая 32 с половиной года, выбирает себе косметику для 30 лет или для 35? Вот очень интересный вопрос. Я думаю, что очень многие девушки, увидев заголовок видео «Ошибки в подборе ухода косметики», сказали, что человече только не это, только не тысячное видео об ошибках, пожалуйста. Но я хочу сегодня поговорить не о том, что нужно очищать кожу двойным очищением, нужно смывать косметику обязательно, нет. Сегодня речь у нас с вами пойдет о совершенно других ошибках. Ошибка первая. Уход не за тем типом кожи, который у девушки на самом деле есть. Я очень часто встречаю такие случаи среди своих знакомых, когда человек 20-25 лет умудряется ухаживать за тем типом кожи, которого у него нет. Это происходит от того, что способы определения типа кожи у многих девушек в Европе до сих пор очень старомодные и необъективные. Кто-то прикладывает бумажку к вымытому лицу, смотрит там на выделение оси бума, кто-то вообще думает, что ну вот шелушинки значит сухая кожа, в то время как они могут быть и нажирной. То же самое с комедонами. Комедоны – это абсолютно не признак того, что кожа жирная или комбинированная. Они совершенно спокойно могут быть и на сухой коже. Для того, чтобы не мучиться с бумажками, для того, чтобы не закапывать на перекрестке куриную лапку, которая на утро расскажет вам, какой у вас тип кожи, лучше всего использовать вот такой прибор. Я сделала о нем отдельное видео, ссылку на него вы обязательно увидите сейчас. И этот прибор измеряет жирность кожи и влажность. Исходя из этого, определив свой тип кожи, мы уже сможем подобрать уход прицельно, без ошибок, без погрешностей и ухаживать именно за тем типом кожи, который у нас на самом деле и есть. Потому что уход за жирной кожей, который девушка будет изо дня в день наносить на сухую кожу, она делает намного больше гадостей, чем отсутствие ухода вообще. Поэтому этот прибор, привыкайте к нему. Кто читает мой блог, очень часто его видят в записях. Кто собирается смотреть мои видео, вы неоднократно его еще увидите, я уверена. Дело в том, что этот копеечный приборчик действительно очень нужен. Кроме изначального определения типа кожи и ее увлажненности, благодаря этому прибору мы с вами сможем посмотреть, а подходит ли наш уход. Стала ли кожа менее жирной, выросло ли увлажнение. Иного способа определить эффективность ухода лично я не вижу и не знаю. И так же, как невозможно сшить платье, не сделав измерения талии, точно так же невозможно подобрать грамотный, выверенный и подходящий уход за кожей, если вы не знаете ее жирности и степени увлажненности. Вторая ошибка – это покупка косметики по паспорту. На азиатской косметике вы никогда не найдете на баночке указания 30+, 35+, 50+, потому что их там нет и не может быть. Азиатские женщины подбирают себе косметику, исходя исключительно из своего состояния кожи. Европейский человек ленив, и для того, чтобы легче и быстрее ему было продать, купил и иди себе, уходи, все, ты больше не нужен. На всех баночках для нас с вами ставят 35, 45, 50, 60 и так далее. И здесь возникает такой вопрос – три женщины 50 лет от роду, одна бьюти-голик вроде меня, со своей философией ухода за кожей, покупает новинки, следит за всем, очень старается. А вторая женщина, например, занимается бизнесом, она очень занята, ей некогда, но нужно хорошо выглядеть, она прибегает, допустим, к инъекциям, занимается уже какими-то совсем другими дорогостоящими процедурами. У нее есть денежка и у нее нет времени. А третьей женщине, тоже 50-летней, допустим, ей просто неинтересно, человек имеет право совершенно неинтересоваться уходом за кожей. Вдруг она вдохновилась примером, например, подруги и в 50 лет пришла в магазин, чтобы купить себе средства по уходу за кожей, захотелось ей так. И вот этим трем женщинам выдать одинаковый крем не получится. Возраст нашей кожи зачастую не совпадает с нашим паспортным возрастом. Что же делать, как выбирать косметику? По ингредиентам. Многие девушки страшно боятся составов, говорят, что мы не химики, мы никогда этого не осилим. На самом деле это очень легко. Вы можете потратить буквально несколько вечеров, бегло ознакомиться с ингредиентами, которые нужны для самого раннего антиэйджа или для очень возрастной кожи. И легко в магазине с баночки будете считывать, нужно вам это средство или нет. И когда в очередной раз продавец скажет вам, вот крем 35+, берите, все берут, всем нравится, вы скажете, нет, а почему, а почему, здесь нет того, что мне нужно. Эти ингредиенты работают только на молодой коже. Мне нужен другой набор ингредиентов, спасибо, я не куплю этот крем. Я написала доскональную статью о том, как подобрать косметику, исходя из возраста своей кожи. Кроме того, как этот возраст вообще определить. Заглядывайте в инфобокс, там все есть. Тем более сейчас в наше время столько женщин, которые выглядят моложе своих лет, столько женщин с великолепно сохранившейся кожей, изменились условия труда, изменились технологии, изменилось все. Женщины выглядят моложе. Иногда посмотришь, ну какой там крем 60+, какой там 40, если может быть с большой натяжкой. Вот такой нюанс. Так что давайте не будем делать такую ошибку. Третья ошибка, точнее не ошибка, это просто бич нашего времени. Это мы, бьюти-блогеры. Бьюти-блогеров очень много, имя нам Легион. Он каждый показывает какие-то средства, какие-то новинки. Купи, купи, купи. Это помогает, это работает. И любая женщина, которая смотрит много бьюти-блогеров разных, она начинает медленно сходить с ума. Потому что нужно вроде бы это, а может быть нет. Это нет. Купить, сделать, попробовать. Давайте сходить из того, что блогер – это не косметолог, это не дерматолог. Это девушка или юноша, который ухаживает за своей собственной кожей. В лучшем случае у нас в распоряжении есть один-два домочадца, но не более того. Поэтому прислушиваться огольно ко всем советам всех блогеров – это крайне неразумно. Имеет смысл выбрать для себя одного блогера, с которым у вас совпадают тип кожи, степень антиэйджа, которая вам нужна, то есть вы более-менее близки по возрасту, предпочтение в косметике, пусть это будет ее стоимость, пусть это будет ее дизайн, составы. Кто-то любит, например, кислоты, кто-то, как я, их не использует. Тоже это можно учесть. При современном многообразии блогеров у вас не будет никакой сверхзадачи выбрать для себя источник информации, который будет подходить, нравится вам и вашей коже. Все станет намного проще. Четвертая ошибка, которую очень часто допускают именно европейские женщины. Меня очень часто, например, просят знакомые, подбери, пожалуйста, мне крем. Вот все, я решила заниматься за кожей, я буду крем себе заказывать и буду его, как говорят, мазать. Женщины разные, кто крем наносит, а кто мажет. И вот хочет человек крем, но один крем в поле не воин. Крем – это средство, которое запечатывает в коже нанесенную до него влагу. Если мы ничего не наносим до него, средство начинает импровизировать. Ни о каком увлажнении, питании, уже не говоря ни о каких процессах омолаживания, ждать от одного средства не стоит. Поэтому все, кто задумали купить одну сыворотку и оставаться молодой, ничего не выйдет. Нужен комплексный уход. Корейский он будет, европейский, японский, французский, немецкий. И это полностью ваше решение. Но комплекс средств для ухода за кожей обязательно нужен. Та ошибка. Все мы с вами часто видим, например, в сети, восторженные отзывы. 28 средств, которые побывались за один день на моем лице. Мы смотрим на эту картинку, там стоят средства, наверное, от 28 разных брендов. В перемешку кислоты, ретинол, все это сдобрено гиалуроновой кислотой, там же какие-то пептиды. Все вот это разнобойное, разнокалиберное. Если провести аналогию с едой, то мы берем, например, паштет из гусиной печени, перемешиваем с голубцами, добавляем квашеной капусты, начинаем это есть. Нас, извиняюсь, вырвет. Вот точно так же вырвет и кожу, только забитыми порами, подкожниками, прыщами, акне и преждевременными морщинками. Я позволю себе здесь сослаться на свой уже более чем 30-летний опыт ухода за кожей и сказать девушке, ничего не работает лучше, чем уходовая рутина и средств одного бренда, а еще желательнее одной линии. Почему? Когда мы подбираем себе уходовую рутину из разнокалиберных средств, чем мы руководствуемся, что у нас есть, какие инструменты? Для этого у нас есть мнение блогеров, статьи из интернета и наша собственная «мне так кажется». А теперь посмотрим, что за команды составляют одну уходовую линию косметики. Кто в нее входит? Дерматологи, фармацевты, косметологи, химики, технологи. Как вы думаете, на чьей стороне перевес? Я думаю, это очевидно, да? И шестая ошибка – это беспрерывное дергание кожи в виде тестирования новых средств. Хорошо, мы бьюти-блогеры. Мы заказываем очень много всевозможной косметики. Все время выходят новинки, все время нам что-то нужно, интересно. И даже в таком режиме я, например, очень стараюсь все-таки не дергать кожу резкими переменами средств. Фактически достаточно менять уход за кожей не более четырех раз в год. Зимний уход, весенний, летний и осенний. Зимой мы используем определенные средства, которые мы не можем использовать летом. Летом мы опять-таки используем то, что зимой мы не можем себе позволить. Какие-то легкие гелевые текстуры, какие-то охлаждающие маски. И два межсезонья, в которые нужно приударить на витамины, подготовить кожу от холодной зимы засушливой к жаркому лету и от жаркого лета к новой засушливой холодной зиме. Поэтому частые смены средств я очень рекомендую не допускать. И, наверное, странно это будет услышать от бьюти-блогера. Пожалуйста, девушки, не покупайте все, что вы видите в наших видео, читайте в наших блогах. Я более чем уверена, что все вам не нужно. Я написала небольшую статью о том, как усмирить своего внутреннего хомяка и не купить все. Если вам будет интересно и вы хотите каких-то конкретных идей, как перестать все время покупать новинки, все время использовать их, дергая свою кожу, то загляните в инфобокс, вы можете почитать эту статью. Надеюсь, что она будет для вас полезной. Ну и закономерный вопрос. Конечно, нам хочется разнообразия, в том числе и в уходовой косметике. Ведь это так интересно, это целый мир, роскошный корейский люкс, столько хороших европейских брендов. Ну как это все можно пропустить? Я очень советую вам отрываться на дополнительных средствах за уходом за кожей. Например, пожалуйста, патчи. Патчи для губ, патчи для кожи под глазами, тканевые маски. Они выпускаются в промышленных количествах, можно использовать их курсами, можно каждый день пробовать новую тканевую маску. Роскошная декоративная косметика, какая угодно. Разнообразие на самом деле в уходе обеспечить совершенно не сложно. А я со своей стороны буду стараться рассказывать вам больше о всяких интересных дополнительных средствах, чтобы уход за кожей на одной линейке постоянно не был бы для вас мутным и скучным. Надеюсь, что это видео было для вас информативным, и вы почерпнули из него что-то новенькое. Если это так, я буду рада увидеть это в комментариях под видео. Огромное спасибо за то, что вы его посмотрели. До следующего раза. Всем пока.